Как уверенность в себе обрести? Не нужно никакую уверенность в себе обретать. Не надо ничего обретать, надо принять себя, сдаться. Не нужно не ждать тебе уверенности. Где ты хочешь уверенность? Где ты хочешь уверенным быть? В чем ты хочешь быть уверенным? Как уверенность в себе? Ну как вот ты, например, начинаешь делать какое-то дело, и не уверен в этом. Нам же надо навык сначала приобрести. Во всем, что ты хочешь быть уверен, навык. Приобретай навык. Оттачивай его. Оттачивай навык. И будешь уверенным в этом. Как уверенность? Как стать артистом? Ну, уйди, выучись на артиста и станешь артистом. Как стать этим кем-нибудь хакером? Ну, сидеть день и ночь у компьютера. И все, и будешь уверенным. Вот моторику. Как уверенно ложку держать в руках? Ну, держи раз, два. Держи каждый день ложку в руках. И вот ты начнешь быть уверенней в ней, с ним. Ну, блядь, матом хочется ругаться ужасно за такие вопросы. Как уверенным? Делай! Изо дня в день трудись и уверенным будешь. Просто вот разъебать хочется. Прям сильно по башке дать, чем мне быть дубиной, блядь, за такие вопросы. Как научиться, как научиться сморкаться? Как научиться, как завязывать шнурки? Завязывай, учись. Как парковаться на машине? Как водить? Что еще там, как делать? Как картошку чистить? Учись каждый день картошку. И чисти, научишься чистить. Злой я. Владимир, здравствуйте. Знаком с девушкой. Вижу в ней ангела. Безумно хочется с ней взаимодействовать и быть вместе. Вы же гуляли один раз. Я, когда был с ней, вообще выключ... Мы уже гуляли. Выключились. Мы... Все мысли... Я выпал из жизни. Было классно. В общем, часто хочу ей написать, позвать, гулять и так далее. Но всякий раз возникают мысли, что я ее заебываю. Хотя она относится ко мне вроде хорошо. Как мне быть? Залезть к ней под юбку я не хочу. Ты у нее спроси. Естественно, хорошо спроси у нее. Она для этого тебе и послана. Вот ты прямо у нее спроси. Я не знаю, как мне быть. Мне кажется, я тебя заебываю. Правда, ты ее сразу этим заебешь? Вот этим вопросом. Мне кажется, я тебя заебываю. Тебе не надоел? Ой, мне так кажется, что как мне быть, а? Ну как, практику начинай. Практику Драхмы. Займись йогой, концентрацией, погружением в себя. Стань достойным, стань шивой воином, стань богом, а не говном собачьим, который спрашивает, как ему с девочкой быть. Перестань быть фуфлом. Вот и все. И будешь ты... Не спрашивай никого, никого вопросов не задавай. Делай так, как считаешь нужным. Берешь и делаешь. Не боишься ошибаться, не боишься обосраться, не боишься потерять ее, в конце концов, эту девочку. И наплевать, другая будет. И что, он боится чего-то? Не будь сосунком, маленьким мальчиком. Чимом не будь. Ты уже взрослый. Я тебе говорю, потому что, такие слова, потому что ты уже мужик. Я не знаю, сколько тебе лет, но не меньше 18, наверное. Если бы тебе было там лет 15, наверное, я бы с тобой помягче поговорил бы. Может быть, и не очень не стало. А сейчас я тебе говорю, не будь чимом, не будь куском говна, который у всех спрашивает, как ему быть. Вопросы задает. Написывает. По поводу, как ему с девочкой быть. Идешь и делаешь как-нибудь с ней. И пою под юбку залезь. Не важно. Почему нет? Если захотел, залезь под юбку к ней. Аккуратно, только не обидеть ее. Не навязчиво. Не нужно ее, ну, как бы, сказать, насильно ничего делать. Все должно быть. Но оно само придет. Не надо специально за под юбку лезть. Оно возьмет и само, оно вообще, сама засунет тебе к себе под юбку, руку твою. Если будет чувствовать в тебе целостность, будет чувствовать в тебе взрослого мужчину. А если ты будешь маленьким мальчиком перед ней, она тебя уничтожит. Сначала тебе будет хорошо с ней, а потом она начнет тебя мучить и заводить. Чтобы ты стал мужчиной, чтобы ты стал целостной личностью сильной. И она будет тебя испытывать. Испытывать. Раскачивать твою психику. И ты уже сейчас почти попал, потому что ты такой, ой, не знаю, как мне с ней быть. Ой, мне так все выключать. Хорошо, я забываюсь. Вот ты ее используешь, как наркотик. К ней относишься, как к источнику, с которым ты можешь забыть, что забыть. Как тебя мама ругала, как тебя пиздили, друзья во дворе, как тебя что, унижали в школе. Что ты с ней забываешь-то, а? Как ты с ней забываешься? Забываешься, забываешь все, о всех тех клеймо, что на тебя навесили по жизни. Говна вот этого груза, который ты не можешь тащить. Унижение на работе, где невозможности достичь чего-то, отсутствие какой-то реализации, успеха. Что ты забываешь с ней? Ты вдруг забываешься и становишься кем? Таким как бы беспечным. Вот и будь им, вот будь свободным. Ты забылся от чего? И что ты приобрел, когда забылся, гуляя с ней? Ты вдруг приобрел какого-то кусочек говна, который боится, начинает бояться чего-то? Вот это качество ты приобрел, гуляя с этой девушкой. С этой девочкой. Ты забылся, ты прям вот во всем плохом забыл. И что? И возникло, и самое худшее, вот это вот страх. Страх потерять ее, страх надоестей, страх сделать что-то не то. Но самый худший грех появился внутри тебя, самая большая куча говна вдруг навалила на тебе, тебе на голову, прям в голову тебе насрало что-то. Вот эти мысли. И ты теперь не знаешь, как с этим быть? Так если тебе так с ней хорошо, если так с ней расслабился, значит, будь этим. значит, тебе больше ничего не нужно. Ни вопросы никому задавать, а принять это состояние и стать им. Принять это как новое качество себя. И больше ни в чем не нуждаться. Ни в советах, ни в том, чтобы от чего-то избавиться, или там что-то. Не бояться чего-то. Страх ты с ней приобрел. Вот что, а не свободу. Врешь ты себе. Наврал. Ты с ней, ты ее используешь как просто, как транхилизатор. Она для тебя просто, как этот, как его ингибитор обратного захвата серотонина. Ты просто ее используешь и чувствуешь это, что используешь ее и боишься теперь, что она это заметит. Потому что она нахер тебе не нужна. Она твои страхи гасит. Страхи по жизни вот этого дерганого мальчика с присаженными чувствами вины. Вот она чего тебе гасит на тебе вот эти вот переживания. И ты держишься за нее, чтобы она постоянно как за мамочку за нее теперь прячешься. Все, я тебе сказал, все. Стань взрослым, достойным, который берет и делает, берет, пробует и не боится. Не быть навязчивым, не боится, не потерять. и понимает, что вот то, что она сейчас в тебе пригасила, это и есть ты. Вот с этим работай. И пока ты это не в себе не примешь, пока ты этому не сдашься, с чем ты борешься, за что ты прячешься, что ты прячешь за нее, у тебя ни с одной девушкой ничего не будет никогда. И эта тревога твоя абсолютно верная, четкая, потому что лжешь ты себе, лжешь ей. Сегодня день поджопников. лжешь.